студия читальня вновь с вами и мы живо просматриваем наши издания и социальные всхлипывания на предмет упоминаний казанского университета которые в свою очередь продолжают нас восхищать своими перлами и страшно умными комментариями удивительно в прошлом выпуске я тут упоминал что столь социально значимую тему как обеспечение горячей водой студентов в общежитиях заметила всего два издания на весь татарстан и правда чё тут замечать никакого хайпа сплошной никому не нужный позитив но вот что бросилось глаза на минувшей неделе абсолютно дежурная новость для внутреннего скорее потребления в кфу о праздничных и нерабочих днях университета в 2022 году стала настоящим хитом и и опубликовала столь много изданий что новость даже попала в местный топ яндекса чтобы это значило может на безрыбье и рак рыба но не было больше тем не рабочие дни откуда такое пугающее внимание к календарю нерабочих дней именно в кфу не на урк синтезе где-нибудь или в поликлиниках города в детских центрах или очагах культуры а именно выходные в кфу на год вперед стали темой номер один и уже увидев поток публикаций в первый же рабочий день в наших средствах массовой информации где федеральный университет главный объект внимания я понял это же сми фактически зафиксировали свои выходные на 22 год но если кфу будет отдыхать то им откуда и про кого брать новости как заводить своих комментаторов чем заполнять управляемые анонимные телеграм-каналы и как-то отлегло напряжение спала природа интереса к скромнейшей новости стало более чем понятно рабочие дни кфу это их праздничные дни это просто праздник какой-то и вот собственно только в понедельник прозвучало бодрое доброе трудовой утро господа как на мониторах электронных медиа празднично засветились наши вузы во главе с кфу тут и вполне содержательные материалы освещающие последние исследования лаборатории альберта резванова по злосчастному коронавирусу и отголоски решения президента республики в материале думают они молодые им ничего не будет вуза не спешат куоризироваться по совету миниханова а на завтрак всех была призна потрясти публикация опять же с навязчивым упоминанием фамилии президента надо будет вывернуться наизнанку миниханов запустил аудит высшей школы татарстана и вот тут стоит остановиться особо собственно материал с претензии на аналитику но только с претензией с плохо скрываемой предвзятостью и немного путаны ибо автор явно не спец том что называется система образования ну какой уж есть чего только стоит вынесены в лид этой публикации броское начало тезис а какой-то высшей лиги программы развития вузов россии приоритет 2030 причем об этом автор еще и еще раз упоминает статье ну как бы тут объяснить людям привыкшим все делить на элитное и прочее на высшей лиги и вторичные дивизионы вот правая нога хоть и правая но не высшая лига ибо без левый человек все равно инвалид так и здесь исследовательский трек развития университетов ничто если не будет подкреплен достижениями вузов избравших территориальный трек но задыхаясь словно от гнева я объяснил толковая главное что у них толчковая левая а моя толчковая правая собственно про то как наши вузы показали себя в конкурсе на участие в программе приоритет 2030 и сама статья там много потешных графиков непонятных выводов некорректных сравнений но есть явная странность вот некие башкирские участники программы известны в крайне узких кругах не знают как теперь выполнить что наобещали под выделенные деньги а все это свалено в кучу с планами казанского университета одобренными широким жюри из числа научной и промышленной элиты страны и президентом республики как главой попечительского совета к фу а соль статьи в том что где президент сейчас устроит такой внезапный аудит вузам республики и что-то да будет потом что именно не не очень ясно не ясно и то кто тот великий аудитор что как бы станет шерстить страшно такой термин шерстить наши вузы издание называет его крупная московская компания в сфере стратегических исследований честно говоря видя в каком состоянии у нас стране стратегические исследования хочется термин шерстить заменить на термин шарить ну да не очень у нас со стратегией в стране и тут без обид не зря даже президент россии не дали как 9 ноября подписал указ об основах государственной политики сфере стратегического планирования а безымянность стратегов придает публикации дополнительную пикантность и смешливую интригу я артист больших и малых академических театров а фамилия моя фамилия моя слишком известны чтобы я ее называл впрочем статья и статья почитать подумать но тут на арену выходят в своем традиционном танце главные участники анонимные комментаторы кто же эти комментаторы здесь многоголосится из вчера еще больших специалистов по qr-кодам вакцинам транспорту национальным проблем украине и трансферу а сегодня уже эксперты в высшем образовании науки в головах у анонимов смешалось все молельные комнаты свои чужие зарплаты вина то ли мирового империализма то ли федералов то ли местных то ли ректоров то ли родителей в бедах образования обиды за невостребованность и даже некие туркменские разнорабочие студенты которые где-то плохо говорят на русском очевидные реплики явно обиженных персонально на отдельных ректоров проректоров директоров институтов обижены по факту и есть основа конструкции всей линейки анонимных комментариев и хоть не люблю и анонимки они дурно пахнут но пару откровений обратили на себя внимание вот цитирую в вузе более 30 лет профессор доктор наук за это время моими работами ни разу не интересовалась государства в лице своих чиновников их интересовало только то выполняли я свою нагрузку более 800 часов полностью злобный ответ прилетел немедленно вы настоящий красный точнее разноцветный профессор никому не нужный неуловимый джон и рядом возник еще один такой комментатор но кажется чуть помоложе вот тоже цитирую руководство начало давить требовать включаться в договорную деятельность чтобы начать привлекать деньги но мне наплевать я буду заниматься своим любимым делом продолжать изучать мух дрозофил не собираюсь разменивать остатки своей молодости на чужие хотелки исполнения тупых постановлений чтобы потом старости мучительно сожалеть о том что жил чужой жизнью ну то есть работать только по любви согласны а поиск источников собственного благополучия это тупое занятие ну дальше всех пошел один очень 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 независимый телеграм-канал там озаботились темы куда мол идут налоги республики а я напомню что к фу входит к слову в число крупнейших налогоплательщиков татарстана не в пример этому телеграм-каналу и заявили что так вот в кооперации с республикой и дурак может стать обладателем первой позиции в конкурсе по программе 2030 правда ну так попробуйте у вас должно получиться я уважаю ваш образ мысли ваши увлечения порывы но позвольте мне старику внести мой прощальный привет только одно замечание надо господа дело делать и в завершении одно исследование профессор к фу ирины ерофеевой она выявила самые часто употребляемые слова в 2021 году на это обратил внимание казань ферст ну и отгадайте с одного раза самое самое слово правильно спутник кстати если кто-то еще не привился то спешите пока мы пригасим свет и подготовимся к встрече через неделю и и и и